Учитель! А учитель? А мне пригодится эта ваша математика в жизни? А учитель такой, не оборачиваясь, нет, не пригодится, она пригодится только умным детям. Математики поняли, что они изучают иксы, в общем-то, то есть они изучают уравнения. Это было в 12 веке. Две блондинки заходят в пиццерию, точнее, блондинка и брюнетка. Я себе, мне матеша пригодилась в жизни, я тебя убедила, да? Если ты живешь как такой просветленный пофигист, тебе математика не нужна. Снобизм, в общем, математиком простителен. Действительно, они выше всех. Несколько лет назад, во время пресс-конференции, один из журналистов задал провокационный вопрос Биллу Гейтсу. Поднимет ли он, лежащую на земле, купыру 100 долларов? Ответив утвердительно, один из богатейших людей мира не только заставил всех слушателей удивиться, но и начать подозревать миллиардера в излишнем скупердяйстве. Ну, а математики превратили эту историю в задачку. Стоит ли Биллу Гейтсу поднимать эту самую 100-долларовую купюру, если учесть, что в минуту он зарабатывает 64 тысячи долларов? Или же это неэффективно? Ну, ответ, кажется, очевиден. Наверное, вы догадались, что сейчас речь пойдет о царице наук. Итак, сегодня наука против мифов о математике. А ответ на задачу о Билле Гейтсе вы узнаете в конце. В бой с мифами о царице наук вступает ее верный рыцарь, доктор физико-математических наук Алексей Саватеев. Алексей Владимирович, здравствуйте. Привет, Никита! Привет, дорогой! Снова здесь? Снова, ну не здесь, в тот раз мы снимались у нас в офисе, а здесь у нас чудесная атмосфера библиотеки, еще более интеллектуальная. Мы сегодня поговорим о математике. Точнее, точнее о том, что она бесполезна в обычной жизни. Мы поговорим о бесполезности или о математике? Я предполагаю поговорить о том, насколько математика не бесполезна. Но вот в представлении обывателя, моем, в первую очередь в моем представлении, я человек, закончивший свое математическое образование где-то на уровне седьмого класса, и как я знал дальше, я до сих пор не понимаю. Я вот приверженец этого тезиса, поправьте меня, я надеюсь, что я не прав, что математика неприменима к повседневной жизни. Но ты набрасываешь просто, я понимаю, кто доправил, ну, как бы, журналист всегда набрасывает. Есть такой анекдот. Стоит учитель у доски, пишет что-то, пишет, пишет, да? Дети что-то записывают, думают, смотрят, а один такой мальчик дураковатый, учитель, а учитель, а мне пригодится эта ваша математика в жизни? А учитель такой, не оборачивайся, нет, не пригодится, она пригодится только умным детям. В этом вся суть. Значит, суть в том, что тебе не может пригодиться то, чего ты не понял. Тебе не может понравиться стихотворение Бродского, если ты первый в жизни стихотворение прочел Бродского. Прошу прощения, но с музыкой, например, не так? Ну как, если ты никогда не слышал трудного, сложного рока, ты Pink Floyd не заценишь. Вот для того, чтобы получить удовольствие от пятой симфонии Бетховена, это та-да-да, лейтмотив судьбы, тебе же не нужно понимать симфоническую форму, симфонию или сонатную форму, или еще что-то, или даже знать, как называются те или иные ноты. Да, разница, безусловно, есть в музыке и математике. Хотя говорят, что математика – это застывшая музыка. Ну, там есть очень много параллелей, но ты же не просишь у Бетховена, чтобы он тебе помог в жизни, а? Это правда. Ага. Ну, только если в такие сложные моменты душевые... Почему вдруг вот такое высокое искусство, сложнейшее искусство, как математика, которая требует еще более, гораздо более глубокого погружения, чем, ну, там, музыка, ну, все-таки я настаиваю, что сложную, сильно сложную музыку вот сразу не почувствовать, и чем стихия еще выше, да, выше всех других искусств, требует такого погружения, и вдруг с нее еще требует, чтобы она кому-то что-то давала прямо вот непосредственной жизни. Ну, это же очень просто. Мы же в школу ходим для чего? Для того, чтобы получить базовые знания. Ну, например, русский язык. Будешь ты специалистом по русскому языку, не будешь тебе все равно заполнять документы. Как он тебе пригождается? Вот как? Ты заходишь в интернет, там быдло пишет в Аляпуке дурацком. Не выделяя причастных оборотов иногда. Быдло пишет, да, тебе же нужно писать документы, тебе же нужно, я не знаю, заявление на работу, чтобы написать от руки тебе все равно нужно расставить записи. Нет, ну, что ты можешь, до этого уровня ты научишься русскому языку, там, полибийскому совершенно. То есть это как бы не тот уровень. Вот математику, ты вот там в седьмом классе учил, наизусть какие-то формулы, да, допустим, формулу. Квадратное уравнение, до сих пор помнишь. Да, до сих пор помнишь. На этом все, вот на этом кат. Ну, ты можешь там по виду уравнения сказать... Квадратное оно или нет? Оно вот так вот или вот так оно. Нет, нет, графика не... Это катастрофа, значит, как бы на самом деле ничего не знаешь. Я ничего, я даже и не сомневаюсь. Как бы смотри, вот если говорить по чесноку, математику из школы выносит гораздо меньше людей, чем сдает, и, соответственно, заценить, что на самом деле происходит, да, что на самом деле происходит, что такое формула, как ее применять, а? Может только тот вот небольшой процент, который вынес действительно понимание этих формул, что это не заклинание на каком-то языке, да, а что-то про наш мир. Ну, например, вот две блондинки заходят в пиццерию, точнее, блондинка и брюнетка, и там такой разговор между ними, там, примерно такой. Че, давай, это пицца, возьмем пиццу, да, давай возьмем, во, слушай, давай возьмем, вон, две пиццы по 25 сантиметров, да, диаметром, толщина одинаковая у всех пицц, а брюнетка ей отвечает, не, давай одну возьмем, одну 40 сантиметров диаметром, она столько же стоит, она больше, чем две, а та, говорит, вху**ли больше, это 40 меньше, чем 25 плюс 25. Это будет 50, да. Ты че, говорит, ты че, еб**о? Ты че, совсем, это самое, о чем ты говоришь, возьми и посчитай, ты че, не учила формулу площади круга? Та смотрит, аху**ла совершенно на нее, какая формула круга, чего формула, говорит, ну, пьерр квадрат, что такое? Не помню, какое-то заклинание там из детства. Та рисуйте ей пиццу, понятно, такого диаметра, да? Соотношение, ну, что такое 25 к 40? Ну, это то же самое, как 5 к 8, если мы сократим, да, на 5, это все равно, что отношение размера пицц, радиусов их, 5 к 8. 5 квадрат 25, 8 квадрат 64. А площадь круга-то пропорционально квадрату этого, да, то есть, если я вдвое увеличу по размеру пиццу, она в четырежды вырастет. Это ты понимаешь? Если честно, я знал, что большая пицца больше, просто потому, что я люблю пиццу. Отлично. Но я так и не понимаю, почему она больше. Ну, смотри, вот ты берешь кружок, да, и раздуваешь его ровно в два раза по размерам. Ты же видишь, что там не в два раза больше площадь, а в четыре. Вот эта вот брюнетка говорит, «Я тебе, мне матеша пригодилась в жизни, я тебя убедила, да?» И они берут сороковник, режут пополам и съедают. Так вот, вот это считается, пригодилась математикой или нет? Это прекрасный пример, это великолепный пример. Но это пример для достаточно простого, да, это мучает, там, не знаю, в шестом, может быть, в седьмом классе. Но есть же куда более сложные вещи. Ну, какая разница? Смотри, ты же, если ты знаешь больше математики, ты ее больше обнаружишь в жизни. Если ты еще больше знаешь, то еще больше обнаружишь в жизни. Ты не можешь обнаружить в жизни того, чего ты не знаешь. Ну, как можно в жизни обнаружить логарифм или интеграл? Ты знаешь теорию шти рукопожатий? Да, что мы знакомы с каждым человеком на Земле через шесть человек. А почему шесть? Что такое шесть? Вот почему, с какого барабана возникнет шесть? Ну, не знаю, нет, не знаю. Почему не двадцать шесть? Не могу представить. Почему шесть? Ну, допустим, пять или семь можно себе представить. Ну, двадцать пять не можем ни в каким... Хорошо, сейчас тебе объясню. Сколько у тебя таких вот хороших личных знакомых, которых ты быстро вспомнишь и пожмешь ему руку? Ну, телеведущий там у тебя много? Ну, все-таки вот у типичного человека сколько? Ну, не так много. Человек пять, наверное, примерно. Может быть, больше? Ну, если так, рукопожатных? Не, ну, с кем-то там встречаешься время от времени и пожимаешь руку. А, даже так, да. Ну, тогда гораздо больше. Тогда человек, наверное, тридцать. Ну, хорошо, тридцать нормально сойдет? Ну, давай оставим вилку от тридцати до ста. Нормально для среднестатистического человека? Ну, конечно, конечно. Это нормальная вилка. Согласен. Прекрасно. Значит, среднестатистический человек может дотянуться одним рукопожатием от тридцати до ста людей. Хорошо. Хорошо. Обозначим это число за х. Мы просто его не знаем, пока мы его не знаем, да? Но оно примерно в этих диапазонах где-то колеблется. Потом мы к нему вернемся. Скажи, пожалуйста, сколько людей ты достанешь за два рукопожатия? То есть... Через. Через одного. Я слышал, что в соседней деревне где-то поссорился муж, там, дал жене по морде, да? Но ты их лично не знаешь, но тебе сказала эта бабка, которую ОБС, да, одна бабка сказала, которая их знает, да? Вот до этих вот вторых, вот до этой окрестностей... Ну вот от этих ста, значит, у каждого из этих ста людей есть еще сто человек. Так, напрягай мозги, сколько получится? Ну вот сто умножить на сто... О! Смотри, ты дураком только прикидываешься. Ты знаешь, что здесь надо не складывать, а умножать. Ну, слушайте... Почему? Потому что программу третьего класса я закончил с отличием. Отлично. Хорошо, продолжаем. Итак, примерно х в квадрате, согласен, х умножить на х. Ну, х в квадрате, да? Да, 100 на 100 там, 30 на 30. Да, 30 на 30, х в квадрате. А к третьему? Вот через двух. Ну, логичнее было бы сказать х в кубе, наверное, да? Да, и правильно, совершенно верно. Там есть поправки, что третий может идти назад, но вот здесь тебе придется поверить довольно сложной математике, что их мало. Ну, исследования социальных сетей там. Короче, в основном вот эти вот третьи номера будут новые, и они покроют примерно х в кубе, а четвертые покроют х в четвертые, там еще больше будет задних. Но коэффициент вот этот при хе, степень, он будет не сильно снижаться, и вот оно будет идти х в пятый, х в шестой. До чего? Вот до какого момента это все будет происходить? Пока не кончатся люди. Правильно! Как? Ты знал! Ты знал! Ну, это логика, послушайте. Это не математика, это логика банальная. А теперь скажи, пожалуйста. Как называется то число n, при котором х в n это все люди на планете? Ну, 7,5 миллиардов. Нет, 7,5 миллиардов это справа, все люди на планете. Да. Как называется число n такое, что 30 в степени n равно 7,5 миллиардов, или 100 в степени n равно 7,5 миллиардов? Как оно называется? Что, правда не помнишь или нет? Или притворяешься? Я просто не знаю, насколько как бы... Вообще, в глазах, в голове сидит мартышка, и вот так вот бьет в ладоши. Определение. По определению логарифмом числа b по основанию а называется число n, при котором а в n равно b. Соответственно, число, которое мы ищем, является логарифмом населения Земли по основанию количества знакомых у типичного человека. 30 в степени 6,5 равно населению Земли, а 100 в степени 5,5 равно населению Земли. Приблизительно. То есть разница вот такая. Теперь ты понял, что логарифмы, они здесь с нами? Они здесь с нами. Или тебе неинтересна теория рукопожатия? Понимаешь, тут еще вопрос. Вот какой-нибудь там человек пройдет и скажет, а зачем мне вообще знать про то, что какие-то рукопожатия кому-то ведут? Нет, но это уже другое. Ну правильно, да, я думал, а чего тебе в принципе интересно? Пусть он тогда скажет, что ему интересно. В любой области, в которой человек мне скажет, что ему интересно, я найду математику. В любой. Вот такая игра. Секундочку, подождите, пожалуйста. Вот один из моих тезисов, он элемент... Я себя оправдываю, что я гуманитарий. У меня всегда были пятерки по русскому, по литературе, по истории, по английскому. Это я вот... Вот это все мое. А вот математика, физика, вот это все. Но я гуманитарий по определению. То есть есть замечательные технории, которые прекрасно все понимают и разбираются, и для них это все понятно. А вот для гуманитариев это непонятно. Ну потому что мы другие, мы по природе. Ну хорошо, если тебе насрать, какую пиццу ты возьмешь, сколько за него заплатишь. Если тебе наплевать на полтора часа потерянного времени каждый день за счет неправильно составленного маршрута... Да? Как? Ну нет, конечно, не наплевать. И пиццу не наплевать, тем более, да. Тогда извини, учи математику. То есть как бы ответ такой. Если ты живешь как просветленный такой, этот самый, ну, пофигист, такой просветленный пофигист, тебе математика не нужна. Но большинству людей на самом деле нужна, понимаешь? Вот ты приходишь в банк, тебе сообщают, что... Понимаешь, ты приходишь в банк, и тебе говорят, что вот ипотека отныне будет не 9%, а 8%, но с тебя миллион, вот сейчас, сегодня, за эту услугу. Ты быстро должен посчитать. Нет, нет, сразу, сразу нет. Если что-то хотят от меня быстро, значит, бежать надо. Ну хорошо, ты сядешь дома, и все равно тебе дадут полдня подумать. Пусть дадут, да? Если у тебя нет базы, ты все равно не высчитаешь. Тебя все равно на***т. Не высчитаю, да. Все равно. Но я позвоню своему замечательному другу, который разбирается. Вот это можно, это можно. Если у тебя, значит, смотри, если ты не знаешь математику, у тебя есть друзья, близкие, хорошие друзья математики, это нормально, так жить можно. Хорошо. Если у меня будет сложная жизненная ситуация, поможете мне? Ну, наверное, да. Почему бы нет? Ну, слушайте, давайте все-таки... Но я бы хотел, чтобы ты, на самом деле, просто математику полюбил. И сам их решал. Но вот я же для гуманитариев старался, работал. Я для них жил долгую часть, там, большую часть своей жизни. И вот чтобы ты, понимаешь, чтобы ты действительно не звонил мне по каждому поводу, это тебе. О, это для меня. Вот это как раз для меня. Это для тебя, и она уже даже тебе подписана, понимаешь? Потому что я знал, что до этого дойдет разговор. Я был в этом совершенно уверен, я предвидел, и вот как бы я его... Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, я уже прочитаю эту книгу, и мы будем говорить на ином образовании. Да, совершенно ином языке. И будем не обсуждать... Мы не будем обсуждать необходимость математики, а будем обсуждать ее красоту, что и надо на самом деле обсуждать. Это прекрасно. Но на самом деле, эта тема, которую мы сегодня подняли, она даже не только и не столько про математику, сколько еще и про психологию. Потому что вы, как популяризатор математики, еще умеете, не знаю, насколько слово мотивация здесь подходит, но заинтересовать. Потому что, вот, например, я в школе терпеть не мог математику. Почему? Потому что я очень боялся нашу математичку. И вот недавно, совсем недавно, я прочитал, что не зря оказалось, что французский клинический психолог, автор книги «Кто боится математики, а не си и ти», много лет занимавшийся проблемой преодоления математической тревожности, утверждает... Что, что, что? Какой термин? Как? Преодоление математической тревожности. Ооо! Что вы думаете по этому поводу? Не знаю. Может быть, он и прав. Вы не боялись свою математичку в школе? Нет, я немножко другим занимался. Я ее троллил, если говорить сегодняшним языком. Собственно, в пятом классе, еще учащийся в той старой школе, я любил высказаться примерно так. Ну, скажем, говорит, вот, говорит, ну, проведи ту самую единственную прямую, которая проходит через эту точку, и параллельно вот этой, уже нарисованной. Я говорю, Марья Ивановна, это только здесь, а на плоскости Лобачевского будет бесконечное количество прямых, которые проходят через эту точку и не пересекаются с данной. Вот. Я постоянно ее троллил, и она потом вызвала просто мою маму и сказала, можно его в другую школу? Здесь ему, ну, реально плохо, ну, нечего делать. Ну, отдайте ему мат школу уже, наконец. Это издевайство над ребенком. Но все-таки, вот по поводу мотивации. Вы же непосредственно занимаетесь тем, чтобы заинтересовать детей мотивацией. Да вот нет, вот нет, это ошибочное мнение. Почему? В интернете, оно в интернете бытует про меня. Оно ошибочное. Я никого никогда ничем не заинтересовал. Я работаю с теми, кто уже заинтересован. Да. Никогда ни одного человека, кого нужно было заинтересовать, у меня все такие задачи были с полным провалом. То есть нельзя научить язык? Удивительно, я каждый раз это говорю, а мне все равно звонят и говорят, Алексей Владимирович, мы будем очень много платить, только позанимайтесь с нашим ребенком. Втрое выше рынка, да? Я говорю, ну, вы понимаете, что я, если он не хочет, то не смогу. Нет, мы верим все равно в вас. Это какая-то странная вера в Саватеева, которая, значит, возьмет и вот нежелающего заниматься математикой ребенка сделает желающим. Ничего подобного. Сразу, чтобы просто не звонили. Все равно будут звонить. Что такое ментальная арифметика? Знакомы ли вы с этим термином? Потому что я когда начал, ну, я себе представляю это, что нужно хорошо считать в уме. Почему-то в интернете пишут, что это какой-то развод на деньги. Ну, да, если это ребенок четырех лет этим занимается, то... Это развод. Нет, это полезно. А если двенадцатилетний, то это как в анекдоте. Знаешь анекдот про нового русского? Их много. А можно я расскажу один? Да, конечно. Ну, там придется запипикать. Запипикаем. Пап, слушай, привет. Я сегодня был на уроке. Вот. И мы считали, кто больше досчитает, все до десяти, а я до двадцати досчитал. Это почему? О, сынок, молодец. Ну, это потому что ты сын нового русского. Понятно, понятно. На следующий день приходит. Пап, слушай. Пап, а вот сегодня мы... Сегодня мы решали по физике задачки там на прямолинейное равномерное движение. Вот. Ну, вот все... Три задачки решили, а я решил пять задачек, да? Вот. Это почему? А это сынок, потому что ты сын нового русского, да? А на следующий день он приходит и говорит, пап, слушай, у нас сегодня мерились хуйни. У всех семь сантиметров, а у меня четырнадцать. Но я уже знаю почему, потому что я сын нового русского. Нет, мальчик, им просто всем десять лет, а тебе же четырнадцать. Ну, вот, понимаешь, вот ментальная арифметика это примерно так же. Всему свое время. Если хочется быстро читать, то в шесть-семь лет почему бы и не научиться? Ну, навык не хуже других. Мне не имеет смысла позаниматься? Ни малейшего, а зачем? Я уже не научусь быстро считать? Ну, я просто не понимаю, зачем ставить задачу быстро считать? Ну, не знаю, может, да, в магазине там что-то. Я не знаю. Это какая-то ерунда. Это как по ломоносову. Ну, что это за навык? Я думал, что это как по ломоносову. Ваша же книга начинается математику, уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Да, но это не та, это не умение считать, ум в порядок приводит. Нет, там будет написано, что ум в порядок приводит, когда ты прочтешь ее. Там будет все про это написано. Понятно. Ум в порядок приводит. Значит, сейчас все-таки давай я, если наши слушатели не все знают, о чем математика? Она не о цифрах. Она о буквах. И она даже не о буквах. Она даже не о буквах. Ну что, вы сейчас скажете, что это формула мироздания или что-нибудь такое? Смотри, я не могу сразу тебе сказать, что она о структурах, ты этого не поймешь. Поэтому давай я как бы, давай я начну издалека. Цифра, цифра это абстракция количества разных предметов, вот здесь и здесь одинаковая, да? И мы называем это одной величиной. 7. 7, да? Или 27. Мы научимся вот так вот палочками, потом у нас система счисления, все такое. А потом мы начинаем решать уравнение. Сколько взять этих, чтобы прибавив эти получилось вот этих? А сколько купюр в 40 надо, чтобы заплатить 280? Мне даже похрен, что нет такой купюру в 40, неважно. Понимаешь, да? То есть как бы там деление, здесь это самое. А сколько рукопожатий? Мы взяли логарифм. Мы взяли его, не зная, что он означает. Мы искали то число, которое при возведении, да, в эту степень даст то, что нам нужно. И постепенно как бы мы поняли, что мы, ну, математики поняли, что они изучают иксы, в общем-то. То есть они изучают уравнения. Это было в 12 веке. Это, конечно, ал-хорезми. Но потом случился второй великий перелом. Он случился в самом начале 19 века. И имя ему Иварист Галуа, который сказал, нет, мы изучаем не уравнения. Мы изучаем группы симметрии уравнений. Вот это уравнение написано, оно выглядит ужасно. А если я напишу новые координаты, x равно там y квадрат минус z, y равно x, y, z плюс там, не знаю, 5, z равно чему-то, оно фигак и волшебно все сократилось. Из него вышло такое простое, что мы его сразу решим. А как угадать эту замену переменных? Как? Вот это мучает теория групп. Это мучает сегодняшняя настоящая математика, математика структур и отношений в них. Это стремление к элегантности. Ну, это просто, ну, понимаешь, я не знаю, как это объяснить нормальным языком. Но математика ушла настолько далеко от всего остального, ну, как бы, что снобизм, в общем, математикам простителен. Вот, ну, как бы, действительно, они выше всех. Тут ничего не сделаешь. Давайте уж, Коля, мы позаговорили об этом. Давайте поговорим о самом, как я понимаю, важном и красивом уравнении, да? Да, да! Самое важное уравнение это e в степени и пи равно минус единицы, правда? Уравнение Эйлера или нет? Как Санат Шекспира схватывает саму суть любви или картина показывает внутреннюю красоту человека, уравнение Эйлера проникает в самые глубины существования. Как писала математика Стэнфорда Кейт Даблина. Целая эссе написала об одном уравнении. Что же вот в этих... Ну, у меня есть целая лекция. Уравнение... Самое главное... Сейчас, как это называется? Самое главное творчество математики, кажется. Ну, у меня такая лекция есть. Я не помню, как она называется. Но она в интернете ходит. И там я вывожу это уравнение с нуля. Ну, как с нуля? Ну, как бы, я там объясняю, что такое косинус, что такое синус, да? Что такое комплексный экспонент. Ну, то есть, я все с нуля объясняю. Ну, все-таки мат школьникам, конечно. То есть, до этого нужна база. Но к концу лекции мы понимаем, почему экспонента чисто мнимого аргумента наматывается на окружность. А можно взять гуманитарию, объяснить это? В чем прелесть этих нескольких букв? Понимаешь, в чем дело? Значит, смотри. Я не могу тебе это объяснить, к сожалению, на совсем простом уровне и нашим слушателям. Потому что это не очень просто. Но суть в том, что комплексная алгебра свела воедино операции плюс-умножить. Такие, как бы, разные по своей сути. Формула умножения комплексных чисел — это одновременно перемножение длин соответствующих векторов и сложение их углов отложения. И вот то, что одна формула умножения контролирует и то, и другое, и оказалось в результате, ну, как бы, это та магия, которая заложена во всем. Это даже я бы не сказал магия. Это вот Господь говорит с посвященными на языке, которому он их до этого тысячи лет обучал разговаривать. Математика — это вот тот самый мир, где Господь говорит напрямую. Вот в стекловке, да, ребята так и говорят, мои коллеги, которые на меня вот так смотрят. Где там Саватеев? Он там что-то на своем канале. О, смотри, сколько у него на канале. Давай-ка мы сейчас через него что-нибудь используем, что-нибудь там важное, хорошее. Ну, он, конечно, балбес, но его канал нам пригодится. Вот эти люди, да, они говорят, что математика — это прямой разговор с Богом. Напрямую просто, без всяких пушей. Так много атеистов среди ученых. Атеистов? Где ты видел? Ну, среди ученых, мы не знаем насчет математиков. Как? Где, где? Ну, перечисли ученых, которые атеисты, ну, настоящих ученых, я имею в виду. Которые действительно останутся во Вселенной. Останутся так, как остался Эйлер, Риммон, Ньютон. Где эти ученые атеисты? Где? Поскольку Леф-Мандау был атеистом. По крайней мере, судя по его образу жизни, уж точно религиозным человеком его нельзя назвать. Слушай, у Декарта тоже был фиговый образ жизни. Не всегда человеческий образ жизни свидетельствует о том, что он не верит в Бога. Скорее, я бы так сказал, образ жизни может свидетельствовать о том, что человек язычник. Из математики это уши Бога торчат каждую секунду, из всего подряд. Но если ты математики не знаешь, то как бы, ну, можешь их не видеть. Хорошо, заканчивая эту тему нашу первую... Нет, еще раз, я нагло утверждаю, что действительно настоящих ученых-атеистов, ну, скажем так, статистически нет. То есть это, возможно, какие-то, ну, супер-исключения. Вот действительно такие, которые прям вот принесли что-то великое в мир, ну, прямо вот супер-исключения. Что все поголовно, все вот, ну, в математике реально трудно придумать. Просто трудно придумать. Смотрите, давайте, если вы знаете настоящих ученых-атеистов, напишем, напишите их в комментариях, и мы потом с Александром Владимировичем обсудим. Нет, ну, нет, я еще раз говорю, я оставляю шанс для некоторых исключений. То есть агностиков, кстати, полно. То есть тех, которые говорят, не знаю ничего про Бога, я не знаю, есть он или нет. А как я могу это узнать? Я говорю, ну, как, ну, в принципе, ты мог бы, ну, как-то стать частью религиозной традиции. То есть, ну, например, если ты идешь на Рождество в какой-нибудь наш старинный монастырь, ну, как-то вот 7 января 2007 года я находился в Верхотурье, там, где Симеон Верхотурский рыбу ловил и пальто шил. Пальто. И там, значит, его житие очень классное, увлекательное про то, как он жил, как вот все это происходило. Еще там один святой был, я забыл его имя. Там как-то они с ним взаимодействовали уже после смерти еще, когда он там, этот святой полз за ним еще живой, а тот уже был мертвый. И когда тот не успевал за гробом ползти, он кричал, Симеон, погоди. И дальше они не могли, ну, с места не могли сдвинуться с гробом, пока тот не подползал. Снова шло, да? И вот таких как бы небылиц, да, с точки зрения, ну, коллег биологов, их столько, ну, по стране, да, то есть это некий эпос, даже если не верить в Бога, это некий эпос. Но надо же понимать, что этот эпос наш народ вдохновлял на величайшее открытие подвига. Значит, ты уже не можешь его игнорировать, даже если ты считаешь, что этот эпос как-то вот, ну, самосоздался в твоей голове, да, самозародил жизнь, да, как мощь, как он самозародил. Ну, есть же мифы Древней Греции, которые точно так же мотивировали греков. Да, но они откуда взялись? Откуда, по-моему, они взялись? Сами собой, что ли взялись? Что на Олимпе нет Зевса и Афродиты. Да, но это же мифологический Олимп, то есть это все равно связано с какими-то переживаниями, коллективными переживаниями человечества, которые где-то когда-то случились. Понимаешь? Оно же, ну, как, оно что-то само собой в голове возникло, но все равно вопрос тогда, что это возникло, какая у него природа. А когда ты сидишь там и думаешь над задачей, и тебе приходит оно, вот оно пришло, да, и ты смотришь, или прямо во сне приходит иногда. Это что? Это у тебя томатомы повернулись? Повернулись они. Я предлагаю нашим зрителям обсудить эту тему в комментариях. Я думаю, что интересно будет очень больше. Почему люди религиозные шли и открывали новые земли? Почему они открывали новые теории? Почему вот это все сейчас, это все повторение старого пережевывания с жвачки, как корова там, му-му? Понимаешь? Атеист никогда не создаст ничего принципиально нового, ниоткуда. Либо, если он очень добрый и хороший человек, вот я к тому, что исключение есть, да, если он по жизни добрый, хороший человек, Господь может ему что-то подарить, даже не показывая себя. Ну, Ричард Докинс, например, вот прямой пример. Мне кажется, человек, главный атеист, ну, эгоистичный ген, я с большим доводителем читал. Господи, там все очевидно. Я не настолько умен, как вы, Алексей Радимович. Реально, книги атеистов очевидны от начала до конца, как книги психологов. Пусть бы он написал что-нибудь там из серии гомологической алгебры, тогда мы поговорили. Помните задачку о Билли Гейтсе, с которой мы начинали эту программу? Ну, я напомню. Стоит ли миллиардеру нагибаться за 100-долларовой купюрой, лежащей на земле, если учесть, что он зарабатывает в минуту 64 тысячи долларов? Или это неэффективно? Ну, на первый взгляд, ответ очевиден. Конечно же, нет. Однако, тут мы попадаем в ловушку, заложенной в самой постановке вопроса. Гейтс не затрачивает свое личное время для того, чтобы приумножать состояние. Это делают деньги на его банковских счетах. Поэтому, нагнувшись, он получит лишь дополнительно 100 баксов. Вот и все. Вот так не всегда математика помогает нам в жизни. Но это, скорее, исключение, лишь подтверждающее правило, сформулированное еще самим Ломоносовым. Математику уже за то учить следует, что она ум в порядок приводит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова